Подарок ветеранам руками детей. В Вологде стартовала акция к 70-летию Победы. С Днем Победы – любимый город. И первыми к ней присоединились участники проекта «Ученик года». Вместе с учениками своих школ они нарисовали в подарок ветеранам открытки, которые разместят в подъездах домов. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. У каждого на столах есть такие открытки. Вы должны нарисовать посвященное на них поздравление, посвященное войне. Ребята старательно выводят на листах свое имя и фамилию и берутся за рисунок. Что такое победа в Великой Отечественной войне, здесь знает каждый. Кто-то рисует вечный огонь, как память о бойцах, не вернувшихся с войны. Кто-то – георгиевские ленточки, у кого-то танк или целое поздравление. Мне хотелось как-то передать такое праздничное настроение, то, что война закончилась, все хорошо стало. И такое маленькое поздравление ветеранам. Я рисую танк. Он очень сильный, он идет на врага. Спереди защищает. Как-то он связан с войной, более всего. Я изображаю вечный огонь, что ему уже 70 лет, что победили. Новая городская акция «Знём победы любимой горы» стартовала по инициативе молодежного центра «Горком-35». Первыми к ней присоединились участники проекта «Ученик года-2015». Ребята проводят ее в своих школах. Все готовые рисунки украсят подъезды жилых домов. Я раздавала ребятам открытки, на которых они рисовали, и которые должны в дальнейшем будут повесить у себя в подъезде. Чтобы ветераны, когда увидели, они помнили, что мы их не забыли. Мы помним все. Мы чтим их память в том, что они победили. Провести мероприятие «Гню победы» в своей школе – лишь один из этапов проекта «Ученик года». Впереди – новое испытание. В борьбе за победу 26 участникам предстоит проявить свои интеллектуальные, творческие и организаторские способности. Уже 18 апреля все участники конкурса напишут городской экзамен, который определит уровень их знаний в различных областях. Также примут участие в деловой игре, который определит их лидерские качества, их умение общаться, провести диалог. Завершится конкурс «Ученик года» 29 апреля. Финал определит победителей в 10 номинациях, в том числе и в номинации «Народный ученик», голосование за которого уже идет на сайте молодежного центра. А результаты акции «Знём победы. Любимый город» ветераны смогут увидеть каждый в своем подъезде.